Кемер Галиевич, у Вас такой большой опыт, такой жизненный путь, профессиональный. А что Вы можете сказать об арматуре? Вы периодически на разных этапах приходилось Вам сталкиваться с ней. Какие этапы наиболее запомнились Вам и как Вы оцениваете сейчас то, что происходит с производством арматуры в нашей стране? Я задвижками занимался. Соответственно, взаимозаменяемые были и клапаны предохранительные, и копы. То есть, все надо было знать. Но в то время арматура, оборудование было, конечно, соответственно, не то, как сейчас. Без травизана, там эти обрабатывающие центры, универсальные станки. Но завод закупал немецкое оборудование, линию закупил. Для производства тоже было. Но задвижки все были ГОСТовские. То есть, не было ТУ, никаких отклонений, ничего не было. Это сейчас каждый волен по ТУ и делай, что хочешь. А в то время, вот это качество, конструкция фактически, ну, мало изменилась. Но единственное, вот на заводе мы делали максимум 250 диаметр. От 50 до 250. Сейчас мы делаем 500-800. То есть, современный уровень развития. Конструктором я работал. Решины были. Карандашом чертили изделия. Цепочки выстраивали все это в карандаше. То сейчас уже совершенно другая программа. 3D. Технологии у них свои программы. То есть, у любой службы автоматизация стопроцентная у нас вот на заводе. То есть, мы вложили вот в последние годы, 10-12 лет, больше 2 миллиардов рублей на перевооружение техническое. Начиная вот и конструктора, компьютеры, и из цеха, и все полностью вот это. И стальцех. Поэтому, ну, заметно. А арматура диаметра увеличивается. Холодной стали не было. Хайловской. В то время только углерод и нержавейка. Молибден был еще. Вот нержавейка. Модификация молибден. Для особо агрессивных средств. Сейчас мы еще освоили холодную сталь. То есть, завод может любую продукцию, по любым требованиям выпускать продукцию. И еще, сложности какие. Сейчас потребитель, он более привередливый. Если в Советском Союзе было 12 заводов арматурных в Советском Союзе, А сейчас только в России около 400 арматурщиков. И плюс гаражистов. В гаражах везде, кому не лень, арматуру делают. То есть, конкуренция такая, что... А завод для чего существует? Во-первых, рабочих. 2000. Их надо работой обеспечить. Накормить. Деньги заплатить. Чтобы у каждого минимум 3 человека, семья. 5. Поэтому деньги нужны. А чтобы деньги появились, нужно изобрести что-то новое, модифицировать и продать впереди конкурента, получить денежку, опять сырье купить, сделать изделие. И плюс накормить все семьи. То есть, у нас градообразующие предприятия. И мы чувствуем это по всем делам. В городе и в районе нас уважают как градообразующие. Мы продолжаем им быть. Наш город основан в 1756 году как медиплавильный. Вот 109 человек крепостных привезли сюда. И из них образовалось уже около 32 тысяч горожан. В 1941 году статус города республиканского значения, потом российского значения наш завод. И поэтому арматурщики, они ценятся. Почему у нас вот сейчас так много арматурных заводов в городе даже? Почти половины в Советском Союзе не было. И потом, вот у нас завод построили, 12 заводов в то время построили. Сейчас один выжил только. Потом советские заводы арматурные, некоторые исчезли. А у нас полный цикл производства. То есть мы не зависим ни от кого, от поставщиков. Мы зависим только от поставщиков сырья. Вот это шехты, разные это в расплавах и кругляка металла. Мы сами это не делаем. А литье все штампуем, все полностью сами. У нас инструментальные. Мы делаем модели, делаем оснастку. Цех мощнейший. Поэтому мы не зависим ни от кого. А другие заводы, большинство сейчас, ну есть молодые, Конор, там это, они свое литейное производство открывают, это, это. А в основном они закупают продукцию, ее испытывают. Некоторые, может, и не испытывают клеймо, ставят и перепродают как бы. Начиналось с китайского, у нас, не буду говорить название завода, но начиналось с китайского. Выпускали, продавали и говорили, что это чисто российское. Когда начали мы анализировать поставщиков, узнали кто, они говорят А, Б, В. А мы, объемы-то у них такие, тысяча тонн, а завод, который поставщик, пять тонн делает. Смешно? То есть сразу логически вычисляю, что это все, это перекупное, не российское. Ну вот, и продукцию, мы энергетическую освоили продукцию, этого не было. Это совершенно другие требования. Мы освоили, сейчас потребитель до того привередлив, он Газпром, Транснефть, Роснефть, они свои стандарты вырабатывают и требования. Хотите, сертифицируйтесь, будем покупать. И мы первые фактически в то время сертифицировались под Газпром, в реестр вошли. Транснефть, мы почти в первые вошли. Роснефть попозже они начали. А вот этих, фактически вот у них свои требования, ну единые. ИСО 9000, если защитил, мы защитились тоже в числе первых арматурных заводов по стандартам ИСО. По разным безопасности, всё-всё-всё-всё-всё. Поэтому требований много, но они повторяются логически. Просто если один стандарт, госстандарт СССР, выполняешь продукцию, то уже все требования вообще это пустота. Другие стандарты. То есть, я правильно понимаю, раньше было проще, когда был один единый стандарт, и все по нему, собственно, и работали, и выпускали продукцию. Сейчас под каждый стандарт нужно подстраиваться. Но ведь это, наверное, рыночные изменения требуют. То есть, это мешает производству, на Ваш взгляд? Или если подстроиться и всё-таки идти в ногу со временем, это всё-таки необходимостью, нужно к этому уже привыкнуть? Нет. Если вот они требуют стандарт, мы вынуждены, поставщик, делать, производитель. Почему? Потому что он не купит. Купит у другого. А имея требования на заводе, выполняет, я говорю, госстандарты, то есть легче всё это обеспечивать. Любые стандарты международные. Потому что у нас очень жёсткие стандарты были в Советском Союзе. Рынок, капитализм, он даёт свои законы. Мы-то, вот моё поколение, дети войны, мы жили по единым нормативам, в стабильном государстве. А сейчас приходится уже лавировать. Даже вот этими стандартами. Ну, в принципе, если вынуждены защитить любые стандарты, и всё, и пошло. Работа пошла, идёт. Да, тот, кто может гибко приспосабливаться, тот, собственно, и выживает. Да, это как бы закон жизни, можно сказать. Не только производство, но и закон жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова